Господи, простись, кроме Путина сейчас вообще ничто не сдерживает инстинкты большей части населения страны, в которой я живу, для того, чтобы Германии не осталось. И если нужно, все страны Европы, поставляющие сейчас оружие на Украину, превратились в ровное, слегка оплавленное место. Ну, Александр, это, может, не очень хорошо, но людям дали все возможности спокойно жить. После этого они гонят на Украину оружие, которое должно убивать наших ребят. Украина – это семейное дело, это не дело Европы. Большая надежда сейчас на то, что у Европы и у Америки вообще есть будущее. Это, как ни странно, Путин, который просто самый прозападный из всех, кто у нас есть. Я думаю, что все, кто придет ему на смену, у них не будет тех ограничений, которые есть у него, тех обязательств, которые есть у него. И то есть симпатии. Ну, Штирлиц любил Германию. Помните фильм «Семнадцать мгновений весны»? Ну, и Путин любит Германию. Да, это личное, да, я понял. Это очень личное. У абсолютного большинства тех, кто придет ему на смену, ничего, кроме жесточайшее ощущение оскорбленности, вражды, доведенной до крайности, и понимания того, что с той стороны границы враг не будет. Причем враг, которого не добили и которого обязательно надо добить.